2 декабря, 7 утра, и мы еще в Повкаре едем из отеля на автобусный вокзал, чтобы добраться до Катмадонны. Такси, таких сколько, это километр, по-моему, да? 250 рупий, автобус туристический 800 рупий, идёт 6 часов. А если какие-то проблемы, конечно, на дорогах, что очень вероятно, то идёт дольше. Поехали до вокзала, и вот сегодня горы, кстати. Сальвэйшн. Сегодня мы зашли в автобус компании Сальвэйшн. Одна из самых недорогих автобусных компаний. Здесь удобное сидение, вентилятор, кстати. Даже розетки есть. За 8 часов мы поехали. Добро пожаловать до Катманду, заселились в Karma Travelers Home, 50 баксов за две ночи. Хотели в районе Годнат заселить, но там сам дешёвый вариант, который нам более-менее понравился, 70 баксов за две ночи. Не самое дешёвое кафе в Катманду. Долба. 500 с лишним, да? 150. Со сервисным сбором. И сидлер куриный. 400 с чем-то. Ну тоже 500 с лишним. Проснулись за часа. Утром следующего дня. В столице славной страны Непал. В славном городе Катманду. Время 7 утра. Ждём завтрак. Обещали его сюда принести. Завтрак входит в стоимость номера. Время 7. Опаздываем. Надо до 8 часов успеть на площадь Дурбар. Пока там касса не откроется, можно бесплатно войти. Вроде до 9 часов. Разве? Будем стараться до 8 часов. А так вход стоит 1000 рублей с человека. Это деньги вообще. На эти деньги можно целый день в горах прожить. Это завтрак, ужин и ночлег. Завтрак пришлось ждать типичных индийских. Типичные индийские 5 минут. Это 25 минут. Пока принесли только кофе. Вот так себе, конечно, подача. Подача. А вот это вот соль, говорят. Может ли специально, чтобы соль там нет? Ну, не отсырело. А, наверное. Видишь, через дырки рис не просыпется, а соль просыпется. Все мы, значит, шли и неожиданно увидели какую-то буддийскую ступу, в которой еще индийский храм находится. Это не у своя бодната, это не у бодната какая-то помельче, но тоже крупная. Музыка Музыка Нас пометил Ужасадху, поставил нам тикку на лбу, мы теперь дам красивые. Не то, что за это. Я тоже. Некрасиво, хорошо. Кассы работают уже с 8. Мы сейчас будем искать обходной путь, который здесь, несомненно, должен быть. Музыка Короче, мы шли, шли и просто случайно попали на турбарскую армию без билетов. Но нас что-то даже никто не остановил, как-нибудь так прошли и все. Площадь турбар считается самой посещаемой туристами и достопримечательностью Непала. Хотя и после землетрясения 15-го года она очень сильно пострадала. Некоторые постройки были разрушены до основания. Попробуйте вбить в поисковиках достопримечательности, как Манду до и после землетрясения, и вы будете шокированы увиденными фотом. Те здания, что выдержали, подпираются большими деревянными брусьями, так как на многих из них появились трещины, которые явно не добавляют им устойчивости. Во время этого масштабного землетрясения в Непале погибло 8 тысяч человек, а пострадало 14 тысяч. Множество людей осталось без крова, так как несколько десятков тысяч домов просто перестали существовать. А более полумиллиона было повреждено. Сейчас постепенно ведутся восстановительные работы. Десятки зданий окружены строительными лесами. Первые здания появились здесь еще в 3-м веке, но постепенно многократно перестраивались. Основой площади Дурбар сейчас служат здания из красного кирпича в наварском стиле. Также на площади стоит самое старое в мире деревянное здание Кастамандам, 12-й век, но по последним данным есть мнение, что даже 7-й век. Оно служило по сути чайным домиком и гостиницей на пересечении многих торговых людей, а затем было преобразовано в храм. Есть даже не самая популярная версия, что название столицы Непала произошло как раз от этого здания. Так вот Кастамандам вследствие землетрясения 15-го года также был полностью разрушен. Но сейчас установлено и открыто посещение. От площади Дурбар мы дошли до Будда-парка, где находится ступа своя Буната. Он же обезьянний храм. И зашли мы как бы бесплатно. Здрасте, пока. Ну как бы уже зашли. По идее здесь выход, потому что барабаны в ту сторону все крутят. Своем Бунатх находится на холме в северной части города. На этом же холме произрастает роща с множеством различных видов деревьев. По преданию, выдающийся индийский мыслитель Нагарджуна разбросал на холме свои состриженные волосы, произнеся Да будут деревья всех видов расти вокруг этой превосходной ступы. С тех пор на холме растут самые разнообразные деревья. Кайфуем, живо не мы с тобой, кайфуем. Чтобы попасть к самой ступе, находящейся на вершине холма, нужно преодолеть 365 ступеней, символизирующих количество дней в году. Своем Бунатх это не просто ступ, а целый храмовый комплекс, одноименный район Катманду. Место священное не только для буддистов, но и для едуистов тоже. А среди буддистов это чуть ли не самые главные ступы в мире. Стороны ступы смотрят четыре стороны света, но с поворотом в 60 градусов. Так как существует предание, что в древние времена Северный полюс повернулся на эти 60 градусов. Ни год, ни даже век строительство ступы не установлено достоверно. И даже в переводе с Непали Своямбу означает возникшая сама по себе. Ступы это упоминается во множестве буддистских текстов. В некоторых из них говорится, что ступа стояла здесь еще более двух тысяч лет назад. О важности Своямбу Натх говорил даже его святейшество Далай Лама 14. Ступа Своямбу это источник счастья для всего мира. В Непале существует предсказание, что в стране начнется сильный упадок буддизма, когда ступы начнут пожирать два клыка. Под этими клыками часто подразумевают два индуистских храма в подножье ступы. Не знаю как и объяснить, но лично у меня не возникло ощущение буддизма возле ступы. Субъективно для меня атмосфера была скорее более индуистской, нежели буддистской. Кто знает, может два клыка уже вовсю пожирают ступу? Улыбочку давай. Угу. 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 Нет, все. Кожи забирай, как мне вот здесь надо? Угу. 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 Вытри. Подбородок вытри. Угу. Значит, взяли мы такси и аж за целых 500 рублей едем в Патан. Патан – это тоже город, который, можно сказать, находится в составе Катамандо. В общем, таксист нас дал и привез с кассов в Патан. Вход тоже аж целый кассари рублей человека на площадь. Бар в Патане, здесь тоже все реставрируется. Сейчас посмотрим. Да, и здесь при покупке билетов вот такой вот шиперочный такой, типа, у нас все, типа, все уплачено. Нужно сказать, что достопримечательности Патана пострадали от землетрясений не меньше, чем в Катманду. И выглядит площадь Дорбар в Патане практически так же. Строительные леса, подпирающие балки и куча кирпича, отстоявших здесь когда-то зданий. Но даже в таком состоянии Патан производит впечатление. Патан, он же Лолитпур, является одним из самых крупных городов Непала, объединяясь в Катманду в конгломерат. История города известна лишь эпизодами. Неизвестно, когда город был образован. Но в 250 году до нашей эры поселение здесь уже точно было. И по некоторым данным, это старейший город в долине Катманду. А к тысячному году нашей эры Патан был одним из самых крупных городов мира. С населением около 100 тысяч человек. На свет города пришелся на 16-18 века. А после падения династии Мала стал приходить в упадок. Но даже сейчас город поражает изяществом своих строений и различных фигурных украшений. Придающих зданиям особый шарм и колорит. Из всех достопримечательностей Непала, пожалуй, именно в Патане мы провели больше всего времени. Здесь, по правде говоря, было уютно и очень интересно. Сорядом дочислены следы прокатившегося здесь пару лет назад ужасного землетрясения. Патан можно рассматривать как совокупность различных сооружений. Можно рассматривать отдельные красивейшие здания. А можно углубиться и наслаждаться детальным украшением фасадов, дворов и различных сооружений. И поверьте, я не очень большой ценитель всего этого. Но именно в Патане меня это все здорово зацепило. И хотя после нашего гималайского трекинга находиться в таких крупных, шумных, пыльных, зудливых городах было дискомфортно, даже будучи в похоре, нам уже хотелось обратно в город. Все же Патан подарил нам все возможности понять его красоту и уникальность. КОНЕЦ Теперь из Патана едем за 600 рублей к ступе в Боднатх. Здесь вообще 400 подсчеток. Чекпостный привели к билет. Боднатх, так же как с Ваем Боднатх, это не просто ступа, а целый храмовый комплекс и одна из самых главных святынь буддистского мира. Помимо прочего, это общепринятый символ не только Катманду, но и всего Непала. Посреди комплекса Боднатх само собой стоит одноименная ступа, а вокруг нее располагается несколько буддистских монастырей различных направлений и школ. Эта ступа стоит здесь уже полторы тысячи лет. Общепринято придерживаться этой позиции. В то же время существует мнение, что ступе уже две с половиной тысячи лет. Вокруг ступа на разных уровнях располагаются террасы. На каждой из них стоит по еще одной небольшой ступе. По всему периметру нижней террасы стоит стена с молитвенными барабанами. Таким образом, можно обойти всю ступу, вращая барабаны мани. Так же, как и обойти ступу по одной из террас, находящихся уровнями выше. В четырехэтажных домах по кругу ступы, помимо отелей, ведут свою деятельность магазины, кафе, рестораны и сувенирные лавки. Вероятно, что в следующий раз отель я буду искать именно здесь. Уж больно приятная здесь атмосфера, которая порядком отличается от остального Катманду. Возможно, это связано с тем, что после того, как Китай захватил Тибет, многие беженцы осели именно в районе ступы Боднат. В результате этого тут и образовался большой очаг культуры, отличной от остального города. Другими словами, это одно из мест Непалы, потрясающих по своей красоте, энергетике и атмосфере. Очень рекомендую побывать, если соберетесь в Непал. Здравствуйте, друзья! Сегодня заключительный день нашего пребывания в Непале. Время половины восьмого утра и мы едем по такси из Катманду в Актабур. Собственно, посмотрим его. Договорились с таксистом. Аж две тысячи рублей туда и обратно. Там было два часа. Приедем, заберемся, выселимся из отеля. Оставим, наверное, свои рюкзаки и мы пойдем за сувенирами. Вечером у нас уже самолет через Шарджу домой. В нем топор оказался самой дорогой, беспримечательностью его пребывания, Катманду. За вход в город нужно заплатить полторы тысячи рупий в человека. Стоя куалетка примерно тысяча рублей. Ну, как примерно вход в Лувр, наверное. Название города переводится как город верующих или город преданных Богу. Его население всего 77 тысяч человек. Это преимущественно неварцы. И это наименьший из трех королевских городов в долине Катманду. Считается, что город был основан в 12 веке, а с 15 по 18 века Бхактапур являлся столицей династии Мала, что повлияло на его внешний вид. Со времени правления этой династии до нас дошли 172 храма, 32 искусственных пруда и огромное количество жилых домов с резными деревянными барельефами. Количество храмов и различных интересных построек Каттапура превосходит их количество Катманду и Потани вместе взятых. Не вижу смысла перечислять основные храмы города, коих здесь в избытке. Их название ничего не даст. А те, кто захочет разобраться в истории архитектуры Каттапура, скорее обратятся к более влиятельным источникам. К сожалению, в 1934 году Бхактапур был разрушен в результате сильного землетрясения. Большая часть построек была разрушена, но последствия горы частично восстановили. В 15-м году, как несложно догадаться, Бхактапур вновь пострадал от мощнейшего землетрясения. И сейчас так же, как в Катманду и Потани, здесь ведутся реставрационные работы. Бхактапурская площадь Дурбар превосходит по размерам одноимённую площадь в Катманду. Но при этом плотность построек на ней намного меньше. Связано это с тем, что часть строений после землетрясения 1934 года не была восстановлена. Бхактапур прятен тем, что здесь нет такого оживлённого движения, как в Катманду. По сути, здесь его вообще нет. Власти запретили въезд в город на технике. Помимо всего прочего, Бхактапур – это ещё и непальский центр гончарного ремесла. Гончарные изделия здесь можно увидеть повсеместно. Они сушатся на солнце, продаются в лавках и выставлены у жилых домов. Конечно, было очень грустно смотреть на груды кирпича, разрушившиеся храмы и огромные брусья, подпирающие то, что смогло стоять после землетрясения. Здесь это всё выглядело более масштабно, чем в Катманду и Потане. Думаю, что дело в том, что город просто начали устанавливать позже. Хотя не исключено, что ему досталось больше всех. Вот и закончилось моё долгое и подробное, для кого-то утомительное повествование об одном из самых моих запоминающихся путешествий. За время пребывания в Непаль мы прошли 200 километров по Гималайи вокруг горного массива Анапурна. Преодолели перевал Торнгла, высота которого составляет 5 416 метров над уровнем моря. Побывали на двух одних из самых высокогорных озер мира. Насладились чистой красотой гор, тишиной буддизма, атмосферность непальских деревень и трепетанием молитвенных флагов на ветру. Встречали диких животных, увидели три восьмитысячника и съели килограммы долбата. Также мы погрузились в хаос Катманду и индуизма. Побывали в крематории под открытым небом. Осмотрели несколько имперских городов с удивительной архитектурой и обошли всю похору, также прокатившись на лодке по озеру Фева. Да, местами на трекинге было крайне тяжело и очень холодно. Частенько мы ночевали в местах, которые безумно далеки от комфортных условий. Мылись под холодной водой и испытывали все прелести горной болезни. Но все это ничто по сравнению с невероятным количеством ярких моментов и позитивных эмоций, полученных от этого путешествия. Скорее даже тяжесть трекинга помогала сделать приятные впечатления еще более красочными. Не зря говорят, что более 90% людей, побывавших в Непале, возвращаются туда вновь. Безусловно, и мы входим в их число. Безусловно, и мы выходим в их число.